всем привет сегодня у нас тяжелая жимовая тренировка в майке вот сейчас значит разминаемся греемся одеваем майку и соответственно сегодня задача поработать у нас два первые два заявочных веса это где-то 280 295 килограмм майки сейчас у нас задача хорошо размяться вот покрутить руками ногами тазом спиной покататься обязательно на валике чтобы улучшить гибкость и затем мы начинаем постепенно доходить до рабочих весов подходе к еще будет на 50 пройдемся на 70 100 120 и одеваем маечку по тяжелой тренировки использую нюхательная соль черап вот я являюсь производительным это сертифицированный продукт вся продукция моего бренда василий 7 5 процентов урлиф является сертифицированной изготовлена соответствием гост вот очень круто помогает настроить взбодриться настроить голову на тяжелый подход вот тем самым как бы сфокусировать всю энергию ну и сделать подход более легким в линейке черап 9 позиций вот каждый для себя может найти подходящий вариант это классический вариант вот экстремальный вариант самый жесткий мощный для продвинутых спортсменов вот и соответственно семь вариантов с запахами да вот кто-то может выбрать послаще там типа бабу гамма вот кто-то более что-то сосновая еловая елочная мята и так далее поэтому хорошо что есть вариант для каждого не хочет держать прямо кисти так мотайся пожестче выше чуть-чуть повыше на 20 метров хорошая кисть этот подход будет 70 потом 100 и 120 затем одеваем майку сегодня жарко я чувствую сегодня в майке будет просто как в бассейне но это нормальное явление в это время года всегда плаваешь на на скамье скажем так пожалуйста и сундуки 17 хорошая штука так продолжаем разминаться сейчас 70 а потом 100 у меня две пары две пары бинтов одни на более легкие веса вот и соответственно другие красные на более жесткие но они более жесткие на более большие веса для лучшей фиксации кисти а а а а а а а а а В общем, у нас следующий подход. Сто. У меня вы не мешаете ни в коем случае. Лодочка животворящий, вешаем диски на штангу и в бой. Правильный подход к навешиванию дисков – это первый диск всегда должен быть рисунком внутрь, обязательно, чтобы последующие диски уже были обратной стороной и, соответственно, видно, как изнутри, какой диск с каким весом и, соответственно, какой диск с этой стороны. Когда люди вешают наоборот, это неправильно. Ну и еще важный момент. Многие называют диски блинами, вот блины на сковородке, а это у нас диски, поэтому надо говорить правильно. Так, сейчас, в общем, подходим 100 на 3, затем у нас 120 на 1 и надеваем майку, ну и идем до весов, которые у нас сегодня запланированы. Музыка. 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 Пушинка. Музыка. Отдыхаем какое-то время и, как будем готовы, подходим к весу. Сколько там сейчас? 120 кг. Для тех, кто не знает, красные диски – это 25 кг, синие диски это 20 килограмм, желтые 15, зеленые 10, белые 5 и черные 2,5 килограмма. Еще соответственно бывает по 1,25 килограмма, они обычно металлического цвета, бывает по 500 грамм, поэтому как-то так. Все, надеваем майку. Так, сейчас, значит, вешаем, значит, 210 килограмм, затем 240 и 260, ну а четвертым подходом уже жмем за груди. Так выглядят косточки до жима. Скорее всего, после подхода на грудь рука будет опухшая. Посмотрим разницу, лицо, что происходит после нагрузки в экипировке. Одна минута перезвоню. Одна минута перезвоню, сейчас, одна минута. Давай, жестко. Собери лопаточки, собери, 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 все, вниз. Мощный толчок. Вот. Вот. Так. Вот, блядь. Я поплыл. Вот сюда. У нас слишком мокрая спина. Очень скользко. Сейчас, ребята, могу ее засыпать. Фиксироваться. Фиксироваться. не спеши вставляйся не задирай майку руки не поднимай одну руку заплатил колени сейчас сразу ноги опускай лопатки опускаем вот хорошо ноги вниз натянулся колени вниз пошел хорошо идет давай давай сантиметр держу таз чувствуешь нормально не отрываешь все опускается машину ничего не делал держи нахозяйник ну если успешу ваших старших уууу Спокойно. Хорошо держим. Колени вниз. Коп! Идет, идет, все идет, 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 идет. Идет. Чуть-чуть к животу. Чуть-чуть. Жив! Зали, 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 зали. Что ты уронил? Завалил. Завалил. У нас все хорошо шла. Жесткая. Ага, как шла? Давай. А я хотел молотки написать, все. Томанда, уважайте. Пожалуйста. Не как стажет. Устарелись, вы походите. Давай жестко. Ляжу. 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 Здоровая. Ляжу. 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 Коля. Спокойно. Идёт, 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 идёт. Давай, 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 нормально. Идёт ещё, ещё, ещё. Чуть-чуть, чуть-чуть. Держать, держать. Ну хорошо, пожалуйста, я жду тебя пускать сюда. Страшно, я тут вес побольше, жестко сопротивляется от тенения. Да, сейчас вес немножко прибавил, поэтому, наверное, глазами-то я думаю, очень немножко. Фиксируем. Нет, будем продолжать. Попысел-то? А? Ну ты почувствовал на голосах? Да, да. Костян не попал. Попытым, если ты это чувствуешь, чётко. Чётко, чётко. Протею сам начинаешь. Потому что я не очень хорошо вижу, я там, не знаю, подлезанец. Ну что, ты не стал, ты не ищешь, что это. Нет, есть свинка. Я знаю, что ты когда-то знаешь, что как-то, что-то, 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 что-то. Просто мы подлезаем, куда-то едем, что-то еще. Вы что-то не думаешь. Ты думаешь, что там все здесь в сердце, там сам тут в сердце, там все, где-то раз, где-то... Я здесь еще. Здесь я на конце не понял. Давай, вас терпи, короче. Ты её самое главное не уводишь там. Она всё равно идёт. Тебе кажется, что она застряла, но она и бьет. Подверхи. Не отключайся. Давай, сейчас легко. Легко будет. Легко будет, нормально, всегда, всегда. А замки не повесили? Я не повесил. А, где же там? Там веселись. Давай, все. Терпеть, 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 терпеть. Будет. Подожди. Все, давай, давай, давай. Возьмем. Ты спеши, хорошо укладывайся. Ровненько, ровненько, ровненько. Все, лопаточки. Лопаточки ставил. Поправил положение жестко. Колени вниз. Грудь вверх. Все, работает. Очень хорошо идет. Идет, 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 идет. Чуть-чуть к животу. Чуть-чуть, чуть-чуть. Еще. Еще. Что тебе еще надо? Хорошо, я тебя поддержал даже. Все, вопрос все. Садим, надо чистого. Укросы? Все? Да? Всем спасибо. Спасибо, парень. Всем свободы. Давай, 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 давай. Посмотрим, конечно. Ну, мне понравилось. Там, главное, нашла ровно. Ускание. Ну, ты привык к этому весу просто. К этому старому. А, нет. И сейчас лишнее. Я тебе говорю, 2 килограмма это очень существенно. Ты почувствуешь это, да? Да. Она очень плохо. Поэтому. Вес в ноле. Держим 90. Ставьте. 89-90. Все. Выше не надо. Сейчас мы перестаем. Потом вернемся. Того, как я буду выглядеть после жима. Вот так вот. В общем, вот так сегодня получилось. Ну, нормальное явление. Вот. Прежде всего, результат. Я оцениваю все риски. Поэтому как-то так. В общем, что хочу сказать. Хочу подытожить сегодняшнюю тренировку. Вот. По факту, по ходу, по итогу я доволен. Сегодня все получилось. Ну, начну с самого начала. Да? По разминке было все неплохо. Вот. Размялись проходочными весами майки. Это 210, 240 и 260 килограмм на бруске. Вот. Затем у нас был подход. Получается. Следующий уже на грудь. Это 275 килограмм. Первый подход был неудачный. Так как протянули довольно-таки жестко майку. Обычно с такой протяжкой мы работаем с весами за 300, там, 305, да? Вот. Соответственно, протянули. Внизу уже последний сантиметр был настолько жесткий, что я увел углы. Как бы правильно. И тем самым завалил ее. Вот. Ну, и подход неудачный. Вторым подходом было принято решение жать повторно 275. Майка уже была протянута немножко. Подход я выжал. Был удачный. Вот. Следующий подход был тоже важный. Это второй заявочный вес. 295 килограмм. Я его выжил. Вот. Уверенно. По динамике скорости от груди, соответственно, до стартового положения все четко. На мой взгляд, только к чему могу придраться, это последние сантиметры до касания груди. Как бы жесткость еще имеет место быть. Так как вес сейчас у меня там примерно 90 килограмм 400-500 грамм. Вот. То есть майка довольно-таки плотно сидит, очень жестко. Вот. Конечно, вот эти килограмм полтора играют сильно роль в жесткости. Соответственно, тренировку можно сказать с уверенностью, что удачно все выполнено, пожато. Значит, сейчас сделаю еще подсобку. Упражнение на трицепс. Легкими гантелями сделаю на дельте упражнение. И одно упражнение на спину. Вот. Так что, как-то так. Значит, трицепс на блоке. Повтору по 12 делаю. Сделал, получается, два подхода с пятнашкой. Ну, все, что есть и пятнашки. Сейчас 25. В общем, кто не знает и у кого вопроса по моему глазу сегодня. Вот. Меня тут несколько дней назад, вернее, неделю, наверное, подпродуло. Вот. Соответственно, после жима в экипе глаз чуть-чуть взорвался. В общем, это нормальное явление. Вот. То, что нас не убивает, делается. Здесь тут у нас лучшие, сильные. В общем, продолжаем подход. Вот. Вот. Что? Еще раз? Меньше сшеводений. Да, или вешу? Нет. Можешь горячий. А, нет. А, нет. Ну, 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 а, нет. Можете куда нам? какие еще будут упражнения значит будет одно упражнение на спину я думаю это тяга блока к пояс и легкий подход с гантельками по 2 соответственно суперсетом средние декты и на передние и на этом сегодня все будем отдыхать восстанавливаться до следующей тренировки